Каждый день медбрат терапевтического отделения Роман Милешин вынужден облачаться в так называемую противочумную экипировку. Комбинезон, защищающий от проникновения вируса, респиратор, очки. Теперь можно отправляться в красную зону. Все болезни новые, все страшные. Поэтому мы в таком наряде, в такой экипировке мы работаем. Мы выбрали такую профессию. Естественно, нам бы хотелось работать в наших красивых обычных салатов. Но сейчас мы здесь, сейчас мы такие. Мы работаем на благо нашей страны. Смена в красной зоне длится 12 часов. На каждого врача приходится порядка 25 пациентов. И без того тяжелое состояние больных, говорят медики, может усугубиться за несколько часов. Потому врачи буквально по кругу измеряют больным сатурацию и температуру. Человек тяжело болеет, он зачастую не жалуется. Поэтому в первую очередь мы идем к нему. Потому что он просто будет лежать в гипоксине, осознавая тяжести своего состояния. Также есть люди, которые достаточно хорошо себя чувствуют, но их одолевают панические атаки, страхи. Очень часто бывает, что родственники лежат по-разному. Представьте, по Московской области. Где-то мама, где-то муж бывает. И они бывают в тяжелом состоянии. То есть здесь требуется немножко наша помощь в разговоре. Пациенты, попавшие в ковидный госпиталь, в той или иной мере испытывают трудности с дыханием. Оптимальная схема лечения для них – неограниченный доступ к кислороду. Чтобы терапия дала больший результат, больных перекладывают в пронпозицию – на живот с расправленными лопатками. С помощью маски снабжают их легкие О2. Люди лежат на кислороде. Они не то, чтобы пойти куда-то не могут. Они не могут повернуться в постели без одышки. Они вынуждены принимать пищу, снимая маску и одевая ее после каждой ложки, отправленной в рот. Поэтому нельзя недооценивать ни меры профилактики, ни вообще тяжести этого заболевания. Терапевтический корпус областной больницы, где раньше лечили кардиологическую и неврологическую патологии, перепрофилировали под ковидный госпиталь меньше двух недель назад – 19 октября. Но уже сейчас из 140 коек заняты 135. На самом деле заболевание очень тяжелое. И тяжело пациентов лечить, и тяжело их, по сути, вытаскивать из этого заболевания. Поэтому эмоции, они, к сожалению, не всегда положительные. Но когда пациентов выписываем, естественно, мы рады. Чем больше пациентов мы выписываем, тем больше понимаем, что большим количеством мы помогли уже людей. За долгие месяцы борьбы с ковид-19 химкинских врачей поблагодарил глава городского округа. Дмитрий Волошин посетил терапевтическое отделение областной больницы и пообщался с теми, кто каждый день встречается с вирусом лицом к лицу. Вы настоящие герои. Мы думали, пройдет одна волна, все, потом произойдет вторая, произойдет третья, четвертая, пятая. Мы не знаем, сколько это еще будет. Мы не знаем. Поэтому вы всегда можете на нашу помощь рассчитывать. А мы рассчитываем на вашу, вы делитесь, когда рука за работу делает, мы это понимаем. На сегодняшний день с коронавирусом в округе борются тысячи медиков. Почти полностью укомплектован коечный фонд. Он насчитывает 641 койку для тяжелых пациентов и 40 для переносящих инфекцию в легкой форме. Однако этого недостаточно. На сегодняшний день ситуация остается непризонной. Если взять весь коечный стационар, который мы имеем в наличии на сегодня, 641 койку средне-тяжелую, всего 3% свободны. Поэтому мы ходатайским перед Министерством здравоохранения об открытии еще 30 легких коек, для того, чтобы мы пациентов переводили, освобождали тот ребенок пациентов. Лучшим способом борьбы с коронавирусной инфекцией по-прежнему остается вакцинация. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский отметил, депутатский корпус старается делать все возможное, чтобы помочь врачам победить пандемию. На своем личном примере мы тоже рассказываем, разъясняем, объясняем, просим, убеждаем жителей, чтобы они вакцинировались. Потому что вакцинирование – это и тот комплекс меры, о котором сказал Дмитрий Владимирович, социальная дистанция, даст возможность нам быстрее справиться с этой инфекцией и уже переходить к какой-то жизни более привычной для нас. На сегодняшний день оба компонента вакцины уже ввели 138 тысяч жителей Химак. 5000 прошли ревакцинацию. Врачи призывают не медлить. Важно сделать прививку в короткие сроки. Только так удастся выработать тот самый коллективный имитет.